Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня вашему вниманию обзор микрофона Proil Akon CM14USB. Приступаем! Стоило мне только в одном из наших недавних видео упомянуть о том, что кто только сейчас не включает в своё производство микрофоны, как тут, как тут, ещё одна неожиданность. Если в прошлом видео нас удивлял прессонус, то на сей раз очередь дошла до популярнейшего по всему миру производителя проводов и стоек. Итак, Proil. Сразу обращаю внимание на то, что в названии этого микрофона присутствуют литеры USB, но это никак не означает, что этот микрофон работает только в цифровом режиме. Барабанная дробь, и что мы видим? Да-да, не удивляйтесь, сие чудо способно работать и через аналоговое подключение. Что ж, это, пожалуй, очень интересная инженерная мысль Proil'овских специалистов, поскольку область применения этого микрофона сразу становится гораздо шире. Но достаточно привести только один пример. Дома работаем с картой и пишем в аудио режиме, уехали на дачу. Чтобы не тянуть с собой кучу оборудования и проводов, работаем по цифре. Ребята, это очень удобно. Понятно, что дачный вариант по качеству может проигрывать, но зато мы сумели записать и не потеряли какую-то интересную музыкальную мысль, будь то вокальный фрагмент или гитарный рифф. Ну а по приезде домой благополучно это всё перезаписали уже через карту. Да, вот так внешне это всё выглядит очень здорово. Но мы ведь с вами понимаем, что микрофон надо оценивать не только потому, что он может работать как миксер или пылесос. Самое главное, это как он будет способен записывать наши источники звука. И мы обязательно на нескольких тестах попробуем до вас донести всю правду о его звуке. Но прежде традиционно о самых главных технических характеристиках. Итак, капсуль у него 16 миллиметров, направленность одна-единственная, понимаете какая, частотный диапазон 30-18 тысяч герц, максимальный уровень звукового давления 132 децибела. Мощность выхода на наушники 130 милливатт на 16 омах, что соответствует где-то 8 милливаттам на 250 омах. И это даже больше, чем выдает, к примеру, та же карточка UR22. Там всего порядка 6 милливатт на тех же 250 омах. ACCA преобразователи 2496. Смотрим на картинку и видим все возможные режимы. И, наконец, вес микрофона 280 граммов. Но и добавлю, что при подключении через USB он работает под любой операционной системой по технологии plug-and-play, то есть никаких драйверов ему не нужно. И также дружит с любыми мобильными устройствами. С управлением у него всё очень просто. Громкость наушников, кнопка mute, гнездо для наушников и USB connect. Кабель в комплекте есть, его длина 1 метр 80 сантиметров, а также в коробочку с микрофоном положили ещё и держатель. Паука, к сожалению, в этой комплектации нет, но в природе он существует. Так что при необходимости можно докупить или подобрать что-то более простое, учитывая размеры микрофона. Ну а мы, в свою очередь, если микрофон заслужит достойного внимания, постараемся уговорить итальянцев, чтобы следующую партию комплектовали уже фирменными пауками. Ну вот и всё, что касается теории. Теперь давайте переходить к практическим процедурам. Послушаем микрофон на речи, услышим, как снимается гитара и, разумеется, что-то в него попробуем спеть. И всё это будет происходить в двух вариантах подключения, аналоговом и цифровом, чтобы мы с вами сумели понять, насколько они отличаются друг от друга по качеству. Или нет? Вот давайте это и услышим. Но для начала давайте устроим такую необычную проверочку на предмет, что будет с сигналом, если использовать двойное подключение. То есть питаемся от USB, а не от фантомного питания карты, но сигнал отправляем через XLR-соединение в карту. Для чего это, спросите вы? Может для того, чтобы сэкономить 43 вольта? Да нет же! Всё только ради того, чтобы удовлетворить любопытство тех, кто спрашивает, можно ли при таком подключении писать один микрофон сразу в два компьютера. Сейчас попробуем. Итак, запитались от 5 вольт, подключились в карту, в Cubase запустили драйвер карты и слышим, что запись идёт полным ходом. Здорово! Ещё один маленький чек, и это касается выхода на наушники. Беру 120 Ом, подключаю и слушаю. Друзья, всё в полнейшем порядке. Громкости более чем. Ну а теперь тест речевой. Eikon это подразделение компании Proil, производство которой ориентировано на продукты для рынка звукозаписи. На сегодняшний день линейка Eikon включает в себя конденсаторный студийный микрофон C14, ленточный студийный микрофон RM8, конденсаторный студийный микрофон с интерфейсом USB-CM14 и универсальный USB-XLR аудиоинтерфейс EKUSB-X1. Также в линейке Eikon можно найти мониторы ближнего поля и сабвуферы для студии звукозаписи и профессиональные наушники. КОНЕЦ Привет! Мне очень нужен твой ответ. Привет! Молчишь, но в сердце у меня болишь. Малыш, ну вот. Хотели мы наоборот. Ну вот. Несёт. Без тормозов меня на взлёт. Несёт. Мало-мало-мало-мало. Тебя невыносимо. Мало-мимо-мимо-мимо. Ты уходила так красиво. Мило-мило-мило. Мало-мало-мало. Тебя невыносимо. Мало-мимо-мимо-мимо. Ты уходила так красиво. Мило-мило-мило. Наверное, у нас остыло. Или только у тебя. Друзья, на этом всё на сегодня. Думаю, что вы могли услышать то, что было нужно и сделали определённые выводы. И теперь нам хотелось бы услышать ваше мнение об этом микрофоне. Стоит ли он своих 7500-7900? На сегодня это где-то так. Пригоден ли для записи вокала? Или всё-таки он больше стримерский-геймерский? Напишите нам. Будем очень благодарны. Всем удачи! Спасибо, что смотрите нас. С вами был Александр.